один из наиболее влиятельных людей 21 века предприниматель года все угодно подумать что это все о космическом инженере очень сложно но именно такие титулы заработал себе илон маск на twitter предпринимателя подписано почти 60 миллионов человек а его единственный пост может привести к скачкам биржевых акций криптовалют в рейтинге форбс маск находится на втором месте по bloomberg миллионерс индекс который предназначен для оценки состояния людей он занимает первое благодаря имиджу эксперта в экономике и инновациях он может легко влиять на общественное мнение в близких сферах но за счет чего он привлекает к себе такое внимание как ему удалось столь долгое время держать на плаву средства массовой информации какие особенности поведения помогает ему в этих целях как он презентует себя и свой продукт и что помогает ему быть успешным и помогает ли скажи я устал переводить интервью слона маска если бы я только лучше знал английский можно было бы сэкономить столько времени смотреть все оригинальные озвучки не теряя качество от перевода уолл-стрит инглиш что это а вот сейчас расскажу уолл-стрит инглиш это мировой лидер среди школ английского языка их методы и программы обучения совершенствуются уже почти 50 лет кроме того это единственная онлайн школа в россии которая предоставляет практические занятия с преподавателями носителями языка и студентами из других стран совершенно бесплатно в рамках уже оплаченного курса инновационная программа advanced speech recognition помогает вам отработать произношение оценив его и предоставив обратную связь по улучшению речевых навыков а новый материал подается в виде интуитивно понятного учебного сериала созданного специально для уолл-стрит инглиш если всего этого вам недостаточно онлайн школа уолл-стрит инглиш позволяет студентам самостоятельно составлять расписание адаптируя программу и темп обучения под него разговорные уроки доступны 22 часа в сутки а за вашим прогрессом следят персональные наставники поэтому вы не останетесь без внимания ну а если и этого вам недостаточно то по ссылке в описании у меня вы сможете получить бесплатный вип-урок чтобы потянуть свои навыки и взять 30 процентную скидку на онлайн-курс также вы сможете определить свой уровень владения английским языком с помощью теста на сайте и все это вы делаете для себя они для дяди илона забирайте полезные подарки от уолл-стрит инглиш и меняйте свою жизнь к лучшему прежде всего рассмотрим его личный бренд и медийный образ почти всегда проекты илона маска связаны с абсолютным новаторством он сам признается что его многократно отговаривали от новых стартапов из-за высоких экономических рисков особенно тех которые связаны с космосом и другими малоизученными сферами однако финансовые риски не беспокоит его достаточно чтобы отказаться от глобальных проектов но дело в том что их аргумент которым они пытались меня разобедить было такое слушай ты потеряешь все деньги которые в это вложишь а я говорил ну да я этого ожидаю так что я не против потерять деньги то есть я против конечно но я же не пытался придумать куда бы повыгоднее инвестировать деньги и выбрал для этого космос такое поведение илона маска позволяет охарактеризовать его как личность склонную к авантюрам в его случае рискованным действием позволяющим добиться большого успеха людьми же такой подход воспринимается как нечто гениальное и необычное поскольку он достигает своих новаторских целей действуя вопреки системе и сложившимся нормам фактически может сложиться впечатление будто он единолично движет науку вперед но о том как он еще укрепляет образ гением мы поговорим чуть позже одним из авантюристских кейсов биографии илона можно назвать историю тесла и space x 2008 году акции компании не пользовались спросом что сказывалось на их состоянии Подход, который демонстрирует Маст в таких серьезных вопросах, говорит о том, что им движет что-то большее, чем стремление получить коммерческую выгоду от своих проектов. В чем же тогда дело? Возможно в том, что он воспринимает свои проекты как собственные детище, а может быть в том, что он желает войти в историю. Это помогает ему ответственнее относиться к судьбе своего бизнеса и быть по-настоящему вовлеченным в его развитие. Но не будем забывать и о том, что Илон Маск не только ученый, успешный предприниматель, изобретатель. Он отлично справляется с тем, чтобы быть лицом своих компаний, почти эталоном успешного человека. Как же ему удается привлекать к ним и к своей личности так много внимания? Первое, что стоит отметить, это условная открытость Илона Маска перед аудиторией. Он появляется на бесчисленном множестве мероприятий и интервью, и именно это выгодно отличает его от других глав корпораций. Помимо этого, за счет регулярных публичных высказываний, выступлений, презентаций своих новаторских идей, Маск укрепляет свой медийный образ гения. В 2018 году компания Илона вывела на орбиту ракету собственной разработки Falcon Huey. Новость была бы актуальна для довольно узкого круга лиц, но вместе с ракетой на орбите оказался электромобиль Tesla Roadster, за рулем которого находился манекен в скафандре SpaceX. Полет транслировался в прямом эфире на YouTube, и более 28 миллионов человек наблюдала за этим действием. Это почти в пять раз больше, чем подписано на канал SpaceX. С помощью оригинальных рекламных решений он успешно привлекает многомиллионную аудиторию к узконаправленным проектам SpaceX и других своих компаний. Также в этом году Илон анонсировал выход портативного огнемета от The Boring Company. Заявления Маска о новом проекте не воспринимали всерьез. Да и сам он к ним, кажется, серьезно не относился. К такому человеку, как ты, который делает машины, ракеты, постоянно придумывает что-то новое, приходит в голову сделать огнемет? Да я бы никогда не потратил много времени на огнемет. Это просто сходу получилось. Тем не менее, огнеметы за 500 долларов действительно были выпущены в количестве 20 тысяч штук. И раскуплены за четыре дня, вопреки шутливым предположениям отказаться от их приобретения. Мы точно хотим иметь дело с потенциальными поджигателями? Да, это ужасная идея. Ужасная. Его не надо покупать. Я говорил, не покупайте этот огнемет. Абсурдность ряда изобретений Маска заставляет сомневаться в его серьезном подходе к инженерии, который он старательно демонстрирует. Однако, стоит разделять его деятельность, направленную на решение глобальных проблем, и рекламные акции, необходимые для увеличения цитируемости из собственного капитала. Тем не менее, далеко не все его проекты столь популярны лишь благодаря пиару. Какую особенность, помимо новаторства, мы можем выделить в продуктах самих компаний? Зачастую в их оформлении используются ахроматические цвета с добавлением синего и красного. А подавляющее большинство изобретений имеют довольно простой и незамысловатый дизайн. В них нет никаких лишних и ненужных деталей, которые повысят стоимость производства и не будут использоваться в дальнейшем. Таким образом, практически все продукты Илона Маска используют минималистичный дизайн, что отлично сочетается с трендами, повышая их популярность. И к тому же снижает их цену для конечного потребителя, делая их доступнее. Кроме того, сам Илон предпочитает такой стиль в одежде. На нем крайне редко можно видеть яркие, а тем более огромные логотипы брендов. Мы только что с вами проанализировали уникальный подход к бизнесу Илон Маска и составные части его проектов. И теперь видим, как новаторский подход, авантюризм, правильный пиар компании и минималистичный дизайн продукта помогают ему в привлечении внимания к себе и своим проектам. Это очень важно. Адака недостаточно, чтобы тебя считали гением и эталоном успешного человека. Так как же ему это удается? Давайте проанализируем публичное поведение Илона Маска. Давайте рассмотрим его коммуникацию. В своих выступлениях Илон Маск иногда подчеркивает собственный аскетизм. Но слышать это от человека, который является вторым по богатству в мире, довольно удивительно. Когда мой брат и я основали свою первую компанию, Вместо того, чтобы снимать квартиру, мы сняли небольшой офис и спали на диване. Мы мылись в YMCA и смогли купить только один компьютер. Подобное при уменьшении финансовых потребностей сближает его с аудиторией, размывая границы социальных классов. Однако мы не можем стопроцентно утверждать, что он только лишь желает показаться своим для аудитории. Деятельность Маска показывает, что он предпочитает роскошные и беззаботные жизневложения в собственные проекты. Поэтому такое поведение воспринимается людьми как последовательное, не противоречащее его амплуа. Другая коммуникативная особенность Илона Маска состоит в том, что о своих провалах он говорит довольно спокойно. Почти всегда он сводит речи к тому, что сдаваться не в его правилах. То есть, Маск намеренно репрезентует себя как сильную личность с комплексом лидерских качеств. Однако стоит понимать, что ни один Илон Маск ведет себя подобным образом. Такое поведение присуще многим его коллегам, конкурентам и медийным персонам в целом. Отход к неудачам как способу улучшить свой замысел интересно отличает Маска от большинства других людей. Он воспринимает свои цели игриво, что может трактоваться как сохранение гибкого детского мышления. Сталкивается с препятствиями, он не отказывается от намеченного, а меняет стратегию и как правило достигает желаемого. Но следует понимать, что это может быть не сознательной стратегией, а защитным механизмом психики. Обычно он формируется, когда человек в периоды своего становления сталкивается с неудачами слишком часто. Давайте рассмотрим этот механизм на примере конкретной ситуации. Самое известное фиаско произошло на презентации киберпака Tesla в 2019 году. Тогда о нем говорили практически все. Как же Илон Маск ведет себя на этой презентации? Ведь такая публичная неудача способна вызвать неконтролируемое чувство стыда, вести человека в ступор и свести всю презентацию на нет. Первое, что он делает, это иронизирует нас случившимся. Такая тактика в целом одна из самых выигрышных в неловких ситуациях. Потому что не позволяет другим людям высмеять ситуацию. И превращает накопившуюся неловкость в смех, снимая напряжение. Ну, может тут ты перестарался. Можно даже заметить, что зал оценил шутку и посмеялся с Илоном Маском. И он решает попробовать еще раз вновь иронизированной ситуации. Ну, зато не насквозь, это плюс. Давай попробуем. Ну, окей. Ну, блин. Ну, зато не насквозь. Но действие вновь выходит из-под его контроля. Даже вторая попытка оказывается неудачной. Как же он реагирует на нее? Ну, в целом неплохо. Зато есть над чем поработать. Опять иронизирует. И находит плюс в неудаче, выдвигая его на первый план. Это очень важно для зрителя, ведь если бы он, например, занервничал и ушел со сцены, или сказал, ой, вы нас подставили, или что-то еще в таком роде, продукт бы сочли провальным. А в данном случае мы интерпретируем его слова так, будто это единственный недочет киберпака. Так, ты повредил машину, выбрался с нее и начал смеяться в два раза сильнее. А человек рядом с тобой не сказал, почему ты смеешься, если ты только что повредил машину. И ты такой, ты просто не знаешь самого смешного, она не была застрахована. Какую же особенность языка тела Илона Маска мы можем выделить во время его публичных выступлений? Легкое волнение, напряжение и беспокойство. Несмотря на его частые появления в публичном пространстве, видно, что он испытывает легкие стрессы, некоторые затруднения. Можно, конечно, сослаться на неудачу с кибертраком, но нет. Это его довольно типичная модель поведения, хотя здесь она возведена в абсолют. Например, здесь, в одной из недавних презентаций Теслы, несмотря на свое эпатажное появление, он может выглядеть немного нервным, зажатым. Его поза сжата, он визуально уменьшается в размерах, жестикуляция неактивна или умерена. Он переменяется с ноги на ногу. Также можно заметить, что он расставляет ноги врозь, как бы пытается заземлиться, предполагая, что это осознанное действие Маска, направленное на то, чтобы казаться увереннее, либо стабилизировать свое эмоциональное состояние. Однако видно, что, несмотря на большой опыт, ему непривычно появление на публике. Но сказывается ли его поведение на качестве выступлений? Нет. Ведь Илон Маск ведет и чувствует себя гармонично, последовательно. Такое поведение отлично сочетается с его амплуа и никак не вредит карьере. Он не актер, не шоумен и не обязан выступать сверхидеально. Я уже говорил о том, что, вопреки распространенному мнению, демонстративные негармоничные жесты уверенности не играют большой роли и даже способны навредить, если их неправильно развивать. И на этом примере мы еще раз убедились в этом. Какие еще коммуникативные особенности есть у Илона Маска? На интервью с Крисом Андерсон Маска спрашивают о том, как он планирует организовывать системное высотехнологическое производство литийовых аккумуляторов. По словам изобретателя, только так можно будет гарантировать успешность полетов на другие планеты. Но вместо того, чтобы рассказывать в первую очередь о производственных особенностях, Маск уводит тему к самой системе зданий завода, которую уже начали отстраивать. Такое же нестандартное мышление и любовь к отдельным деталям проявляется в его более ранних интервью. Вместо того, чтобы описывать ценность полетов на Марс для человечества, перспективы от колонизации и конкретные результаты от перевоза теплицы на Красную планету, он предпочитает рассуждать о том, какой феноменальной будет фотография с первым зеленым растением, выращенным во внеземном пространстве. И мы бы получили этот чудесный кульминационный снимок зеленых растений на красном пейзаже. Мне это кажется общественным интересом. Некоторым людям это покажется странным. Однако такой, возможно, даже осознанный ход дает ему два преимущества. Он избегает сложных научных тем, которые будут неинтересны массовому зрителю. И он создает некую загадочность вокруг работы своих компаний, что помогает избежать большой конкуренции и критики. А что же насчет конфликтов? Наиболее показательной и резонансной является история 2018 года, когда Маск попытался принять участие в таиландской спасательной операции в одной из пещер. Название которой вы увидите на экране, потому что это выговаривать не так уж и просто. Идея Илона заключалась в использовании элементов ракеты-носителя Falcon 9 и миниатюрной подводной лодки, которую он сконструировал по собственным заявлениям для спасательных целей. Таиландские дайверы не одобрили это решение и критически отозвались о плане Маска. Вместо того, чтобы принять или проигнорировать, Иланд косвенно обвинил своего главного оппонента, Верна Ансфорта, в преступлениях против детей. Однако затем Маск принес извинения и удалил твит, связанный со спасателем. Такое поведение построено не на адекватном желании доказать окружающим собственную пользу, а на эмоциональном импульсе. Этот конфликт считается наиболее громким во всей биографии Илона. Можно предположить, что отказ принимать помощь и новую разработку Маск воспринял как личную обиду. Однако развитие конфликта можно считать только как слабые коммуникативные навыки и неумение контролировать эмоции. Отдельные закономерности поведения Илона Маска связаны с мотивацией окружающих. Это позволяет ему становиться в более высокую позицию учителя, как бы объясняя другим, что нужно делать, чтобы достичь успеха, наставляя их и призывая к реализации своего потенциала. И это только подталкивает критиков к тому, чтобы воспринимать его скорее как шоу-менеджем, как новатора. Очень часто его публичные выступления сопровождаются речами про веру в мечту и целеустремленность. Отношение к таким моментам может быть спорным. Часть аудитории считает, что так Маск повышает свою цитируемость. Мотивационные речи от объективно успешного человека быстро становятся популярными. Их репостят и воспроизводят снова. Следовательно, узнаваемость, которой предприниматель стремится, повышается. Другие думают, что это осознанное решение Маска, которое направлено на то, чтобы облегчить информационный поток. Большая часть видов деятельности компании Илона будет непонятна широкой массовой аудитории. Именно поэтому, говоря про успешность, Маск предпочитает обтекаемые выражения, призванные вдохновить каждого заниматься своим делом. Однако на этом речевые приемы, которые использует Маск для создания необходимого впечатления о себе, не заканчиваются. Помимо мотивационных речей, Маск вербально отделяет себя от общества. Серьезно или с помощью шуток он может прилюдно называть себя безумцем. То есть самостоятельно сепаратировать себя от окружающих. Это наблюдается во время выступления Маска перед выпускниками Калифорнийского технического университета. Спасибо, что не сказали сумасшедший человек, когда представляли меня. Помимо того, слова о безумстве от первого лица буквально наделяют человека правом на то, чтобы делать традиционно неприемлемые, непонятные большинству людей вещи. Это проявляется и в реальной жизни, и в массовой культуре. Вспомните клише с безумным ученым. Эти литературные и кинематографические образы характеризуются комплексом превосходства. Они стремятся контролировать все вокруг себя, а также полностью даются делу, которое они воспринимают как свое предназначение. Вероятно, Маску нравится производить такое впечатление, поэтому образ гениального и безумного ученого он, скорее всего, поддерживает сознательно. Соответствующее ему поведение довольно ярко проявляется на мероприятиях его компаний. Это делает их более заметными, повышая цитирование в прессе и охваты в социальных сетях. Ярким примером можно считать презентацию продуктов Tesla. Видно, что над тем, насколько эффектно будет выглядеть мероприятие, работала целая команда людей. Демонстративность, которая характерна деятельности Маска в целом, четко проявляется и здесь. Рассказывая о достоинствах своего нового проекта, Илон упоминает, что у Киберпака уникальная прочная обшивка и не менее качественные стекла. Доказывать это он решает не с помощью конкретной информации о ней, а наглядно. Маск прекрасно понимает, что это лучше запомнится зрителям, а также сможет стать инфоповодом для прессы, что повысит узнаваемость его продукта среди потенциальных покупателей. Именно поэтому он не стесняется провоцировать людей на эмоции прямо во время презентации. Несмотря на то, что сам он не склонен к яркому проявлению своих истинных переживаний. Он понимает, что именно это является главным ключом к расположению. Благодаря грамотному медийному образу и умению акцентировать на себе внимание, за относительно короткий период существования таких компаний, как SpaceX и Tesla, ему удалось добиться огромных успехов и вывести технологии на совершенно новый уровень. Устроить первый в истории частный пилотируемый запуск в космос и сделать электромобили с автопилотом доступными для всех. Сам он объясняет, что хочет облегчить жизни людей с помощью современных технологий и довольно искренне выражает восхищение тем, как меняется нынешний мир. Однако, можно предположить, что есть и внутренняя мотивация, которая связана с подсознательным желанием Маска как можно лучше интегрироваться в общество. В общество, которое изначально не принимало ни его излишне прогрессивные идеи, ни его самого. Относиться к Илону Маску и его прогрессивным идеям, конечно же, каждый будет относиться по-разному. Но даже получая критику от своих героев, потенциальных коллег и единомышленников, он продолжает работать, не покладая рук. По крайней мере, то, как мы это видим в медиапространстве. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Даже стандартная Model 3 сможет разогнаться с 0 до 60 миль в час. Или с 0 до 100 км в час меньше, чем за 6 секунд. Мы в Tesla медленных тачек не держим. Хотите увидеть машину? Смотрите, сегодня мы вам ее не покажем. Да я шучу, вы чего? Где-то же должно быть 1 апреля. Вывозите!